Одесса может потерять один из главных архитектурных памятников – колоннаду Воронцовского дворца. Вместо нее возникнет дешевая имитация. Общественники поймали строителей на применении современных материалов и технологий. Представьте себе, что какие-то великие современные мастера разобрали пирамиды в Египте, Парфенон в Греции или Колизей в Италии и заменили камни бетонными блоками. Именно это случилось у нас. Перекрытие Воронцовской колоннады, которое первоначально было из толстых бревен, сделали бетонным. Причем бетон заливали поздно вечером, под покровом темноты. И все же общественники заметили. Закончилась реставрация, началось новое строительство. То есть статус памятника, вот я не знаю, как министерство, конечно, мы сейчас всех вызовем, везде обратимся. Но вот можно ли считать сегодня, после проведенных работ, что колоннада осталась памятником Бельведер? Или это уже новодел, в общем-то, в рамках нового строительства. Документация должна была пройти экспертизу государственную. Доси должно было дать разрешение на это все, понимаете? И осуществляться авторский надзор и научное сопровождение. После обращения общественников на стройплощадку прибыл представитель управления культуры, национальности, религий и охраны объектов культурного наследия областной государственной администрации. Был залит бетон в опалубку французской колоннады, которая является памятником национального значения. Сейчас вот я прибыл на место, хочу посмотреть, что вообще происходит, составить соответствующий акт. Вопрос о колоннаде был поднят журналистами на пресс-конференции после заседания исполкома горсовета. Чиновники показали множество бумаг, по которым все делается правильно. Данный объект является памятником национального значения. Работы без дозвил на таком объекте происходить не могут. У нас есть все необходимые разрешительные документы для производства данного вида работы. Оказалось, что необходимые балки деревянные по нашим требованиям, которые мы описывали в проекте, можно закупить только за границей, что кардинально влияет на выполнение работ, на график, на стоимость данного материала. Оказывается, особенности первоначального проекта можно было сохранить и полностью отреставрировать памятник. У бедной мэрии, как всегда, на сохранение исторического наследия не хватает денег. И найти спонсоров городская власть не потрудилась. Старые камни, из которых состояло перекрытие колоннады, лишат пронумерованные тут же на стройплощадке. Но будут ли они снова поставлены на место, или это сделано только для видимости, для обмана одесситов? После так называемой реставрации моста Коцебу, такое подозрение вполне обосновано. Вопрос теперь в том, кто сможет контролировать дальнейшую работу, независимо от муниципальных чиновников. Если этого не сделать, Одесса потеряет еще один памятник. Александр Виноградов, Денис Метличенко, телекомпания КРУГ.